Каждый год на оккупированных частях Донецкой и Луганской областей продолжают отмечать День шахтера. Для Донецка это еще и День города. Путинские ставленники спекулируют на этой теме, рассказывая, как развивается угольная отрасль и какие у нее перспективы. На самом деле все совсем не так и Донбасс уже сложно назвать шахтерским краем. Что произошло с шахтами за годы войны и что их ждет после освобождения территории, смотрите в этом видео. До 2014 года в Донецкой и Луганской областях работало около 150 шахт. После захвата территорий более 90 из них оказались на неподконтрольной Киеву части региона. Полномасштабное вторжение тоже внесло свои коррективы. Россия оккупировала практически всю Луганскую область, а соответственно захватила и все шахты региона. Многие предприятия оказались на линии огня и прекратили добычу угля. Например, шахта Южно-Донбасская-1 возле Углидара. Хотя до февраля прошлого года она была довольно перспективной. В начале 2023 года на подконтрольной Киеву-Донечине работала 21 шахта. Это предприятия в Доброполье, Мирнограде, Новогродовке, Покровске, Селидово, Торецке. Часть из них в госсобственности, часть в собственности компании ДТЭК. Правда, если до 2014 года ДТЭК на Донбассе принадлежало более 10 шахт, то сейчас лишь шахта Белозерская в Донецкой области и две углеобогатительные фабрики Кураховская и Добропольская. На захваченных территориях шахты за годы войны либо приходили в упадок, либо разрушались. Например, так выглядел 6 лет назад копер шахты Бутовка после обстрелов из пушки. Учитывая эти факторы, группировка ДНР добывает уголь лишь на нескольких предприятиях. На сегодняшний день государственный сектор угледобывающей отрасли в ДНР представлен пятью государственными унитарными угледобывающими предприятиями, в состав которых входят 16 шахт. Из них деятельность по добыче угля осуществляют 10 шахт. По ряду причин, в том числе и в связи с боевыми действиями, остановлены работы по добыче угля на восьми шахтах. Кремлевские прокси заявляют, после аннексии территории России угольная отрасль якобы пошла вверх и не сдает позиции. На местном ТВ демонстрируют сюжеты, в которых экс-министр доходов и сборов Украины и друг Янукович Александр Клименко рассказывает о радужном будущем донецких шахт. Мы сегодня, открывая лаву, можем смотреть с оптимизмом вперед, потому что это будет уголь, будет хлеб, будут зарплаты. Тем не менее, это лишь красивая обложка. Как говорилось, выше в оккупации работает немного шахт, да и на тех все далеко не идеально. По информации главы Луганской областной военной администрации Артема Лысогора, например, шахты Должанска под угрозой обесточивания из-за долгов за электроэнергию. Оплачивать предприятиям нечем, потому что уголь из шахт вывозят на территорию России, а деньги оттуда не поступают. Шахтерам на угольных предприятиях в оккупации не выплачивают зарплаты, что признают сами кремлевские прокси. Государство вас не оставят, мы стоим на вашей защите. Зарплата – это временное явление. Сейчас имеются задержки, безусловно, но этот вопрос мы сейчас обсуждаем уже на федеральном уровне. Также остро стоит проблема нехватки кадров после принудительной мобилизации. В конце декабря 2022 года глава группировки ЛНР Леонид Пасечник сообщил Путину, более половины шахтеров отправили на фронт. Из-за чего, например, на шахте Должанская Капитальная мужчин заменили женщины. А предприятие Торез Антрацит в Донецкой области перешло на работу в две смены вместо четырех. В прошлом году часть наших коллег была мобилизована. 224 человека было мобилизовано. Группировка ДНР говорит, возродить отрасль якобы можно, но нужно искать финансирование. Идея, цель, безусловно, передать инвестору все шахты. Но как пойдет, сначала будет единица. О том, что шахты хотят сдавать в аренду, кремлевские ставленники говорят уже довольно давно. Причем в конце прошлого года они даже утверждали, нашли инвесторов для десяти шахт. Но пока что это лишь слова. На позитивные сдвиги в этом вопросе можно только надеяться. В России сейчас проблема с экспортом вугилья. Не только снег, нафтом и газом. И в России достаточно вугилья для своих потреб. Абсолютно. Я думаю, что там есть надлежды. И тому, какой сенс кому-то вкладывать деньги в эти шахты украинские. И что они будут делать с этим вугильям. Я думаю, что это абсолютно нереально. В России не найдутся люди, которые захочут инвестировать. Действительно, шахта на оккупированной территории – это не бизнес под ключ. За годы войны на многих из них не откачалась вода. А теперь около 50 шахт затоплены. Большинство наполнились водой из-за того, что были обесточены. То есть там просто не работали насосы водоотлива и вентиляторы проветривания. Глава группировки ЛНР Леонид Пасечник, конечно, обвиняет в этом Киев. По его словам, многие шахты затоплены специально выше точки невозврата. И запустить их нет возможности. На самом деле, именно халатность оккупационных администраций и абсолютное безразличие России привели к такому исходу. Например, еще в 2018 году группировка ЛНР решила остановить откачку воды из шахты Юнком. В 1979 году там был произведен экспериментальный подземный ядерный взрыв. Экологи утверждают, радиоактивные отходы вместе с неконтролируемыми подземными водами рано или поздно могут выйти на поверхность. В то же время Юнком не единственная шахта затопления, которая несет высокую опасность. Весь этот процесс может привести к последствиям, которые сейчас сложно прогнозировать. Если рассчитать, что таких шахт может быть не одна, не две, а десятки, это может быть величезной техногенной катастрофой, потому что есть шахты, и сама вода, она очень забруднена. Она включает в себя хлориды, сульфаты, продукты, нафтопродукты, важкие метали. И такая вода может забруднювать джерела путной воды подземной, так и джерела на землю. Плюс она может впливать на сухую грунту. Причем затопление – это процесс буквально нескольких дней, а не лет. Я был в 2018 году в Луганской области, Лисичанске, и там очень часто шахты строились, и вокруг них являлись поселения и места. И очень часто шахты находятся або в городе, або очень-очень близко к городу. Что до возрождения шахт на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей после их освобождения, то эксперты уверены, основные направления развития энергетики нужно разрабатывать уже сейчас, ведь уголь нужен для теплоэлектростанций. Они будут нам нужны. И мы будем наращивать как споживание электроэнергии, так и производство. И будем наращивать производство на тепловых электростанций. И на какой-то период, я уверен, до 40-го, 45-го, даже до 50-го, нам уголь будет нужна для электростанций. До войны Украина взяла на себя обязательство отказаться от ТЭС и перейти к зеленой энергетике. Но переход этот, по словам экспертов, не будет простым и быстрым. Нам нужно восстановить экономику. Когда мы визначим, какой обсяг электроэнергии, какой обсяг нам нужна вугилия, мы смотрим на стан справ. Мы не знаем, что там происходит, этих шахт, которые на оккупированной территории. И говорим, да, вот тут мы восстановим выработок, тут не восстановим. И так далее. Визначаемся. И, понятно, что вкладаются гроши не только там наши. Это будут гроши партнеров. Это будут гроши репараций. И так далее. То есть в части шахт все же будет необходимость. Но те, которые затоплены уже много лет, не смогут функционировать. Поэтому их необходимо будет законсервировать по всем правилам экологической безопасности. Это может быть сухая консервация, мокра консервация. Мокра консервация – это когда установляется насос, который работает каждый день без зупину. И он выкачивает воду и направляется ее до резервуара, где она до какого-то момента очищается. И в случае с Уганской области это потом она скидается в Северский Донецк. Есть также сухая консервация, где можно ограничиться тем, что, условно говоря, если очень сложно сказать, то это все засыпается породой. И такая себе проводится реватилизация. Эксперты подчеркивают, сейчас Украина потребляет мало электроэнергии, поэтому можно обойтись без угля с Донбасса. Но после окончания войны, когда будут освобождены оккупированные сейчас ТЭС, потребление будет расти. Поэтому некоторые шахты на какое-то время получат вторую жизнь. Что до тех, которые закроются, то это станет ударом по городам, которые зависели только от угольной промышленности и создавались вокруг шахт. Как сохранить эти населенные пункты и людей в них – еще один вызов, с которым придется столкнуться Украине.